Праздник 8 марта Координарных Ярославн, руководителем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Арины Игусевой. Арина, приветствую. Здравствуйте. Итак, мой первый вопрос к вам будет сегодня таков. Вот часто слышишь в разговоре, это профессия женская, это не женская. Каково ваше отношение к подобному разделению? Не вижу никакого разделения здесь. Мне кажется, в различных профессиях есть люди, профессионалы с большой буквы. Так же, как есть женщина-летчик, прекрасная, как мужчина-повар или парикмахер, которые в наше советское время считались женскими профессиями. Поэтому я не вижу разделения никакого совершенно. И каменщицы, и крановщицы есть женщины, достойные, которые выполняют свою работу на ура. Я педагог по своей профессии, которая в переводе значит «ведущая детей». Я полностью с вами согласна, присоединяюсь к ответу. Действительно, есть мужчины, которые с детьми управляются, работают воспитателями в детском саду. А есть и женщины-президенты, правильно? Да. Нет ничего, наверное, более женственного, чем материнство. А вы мама шестерых. Вот известно, что один-то ребенок чему-то учит своих родителей. А вот ваши шестеро чему вас научили? Да, дети — это самые лучшие учителя и воспитатели. Как бы ни казалось это странным, я дала им жизнь, а они дают жизнь мне. То есть с каждым ребенком я проживаю их болячки первые, их какие-то переживания самые ранние. Первых шагов у меня было очень много, которые такие были волнительные. Сколько было у меня утренников в детских садах первых сентября, и еще предстоит одно первое сентября. Были выпускные, были первые слезы разочарования, были восторги, побед. Это жизнь, которую они мне дают. И они, каждый, учат воспринимать это на каждом возрастном этапе по-разному. С ними мы мудреем, взрослеем. Прекрасный и очень искренний ответ. Со словом «женщина» прежде всего ассоциируется красота. Материнство, нежность и, конечно же, доброта. Именно поэтому в названии вашего проекта присутствует слово «доброта». Так что такое доброта в вашем понимании? Вы знаете, вот в период подготовки одного из наших проектов очень хорошо понятие слова «добро» и «доброта» сказал один из наших артистов. Я думаю, что вы поймете, кто. Добро. Где ты живешь? У тебя нет точной географической координаты, но есть постоянная прописка в наших сердцах, мыслях, поступках. Ты воин и ты победитель всегда, в сказках и наяву. Ты маленький уголек, что не гаснет, что согревает вечную мерзлоту. Ты есть у каждого. Добро есть у каждого. Нужно просто заглянуть в свои внутренние карманы. Не держите их закрытыми, люди. Отлично. Вот я думаю, что после этого вопроса хотя бы трех... Ответа на вопрос надо хотя бы трехсекундную паузу выдержать. Отличные слова. Кто сказал это все-таки? Откройте тайну. Ну, кудесник наших кружевных слов, участница нашего проекта, моя очень близкая и давняя подруга Наталья Владимировна Рыбкина. Наталья Владимировна прекрасно владеет словом. Вы инициатор ряда благотворительных проектов. Вот, расскажите, пожалуйста, о них. Эти проекты как раз родились из немножко личного такого отношения к этой проблеме. И хотелось ее как-то донести до людей немножко, может быть, неординарным способом. Доброе отношение к особым людям вылилось вот в такие красивые, добрые проекты, которые в такое движение вылились уже под названием «Доброта в лицах». Эти спектакли полюбились всем ярославцам. В них принимают участие медийные лица, что, кстати, лишний раз подчеркивает, что как раз в сердцах живет доброта. Каким, какой будет следующий спектакль? Уже есть какие-то планы, наметки? Ну, первый, какой вот такой грандиозный план, который мы хотим осуществить, это поездка всей команды «Доброта 76» 25 апреля в Кремль к нашим московским друзьям. У них будет пятилетие их проекта «Мы все из одной глины». Спектакль их мы ставили на сцене «Казаць и Милиниума» 13 января. И вот ответный наш визит и их обещание, что мы тоже выйдем на сцену Кремля, должно состояться 25 апреля. Всех жителей города, кому понравилась работа наших участников, мы также приглашаем в Кремль. Билеты можно приобрести на сайте Кремля. А вообще, вы, когда общаетесь с этими медийными лицами, которые принимают участие в этих спектаклях, они вот вам за кулисами, что вот говорят, что они чувствуют в процессе работы над ним? Как вообще вот это вот все их меняет? Ведь однажды, я знаю, я помню, интервью вы сказали, что на самом деле в процессе подготовки все немного меняются. Да, все меняются. И участники проекта меняются, и зрители. Терапевтический эффект этих спектаклей, он есть. И сама лично я тоже меняюсь. И они очень хорошо показывают, что есть на самом деле добро, кто есть настоящий, кто нет. Кто оказывается другом, а кто нет. Очень много раскрывается в этих спектаклях, и учишься на них тоже очень хорошо. Много уроков, так же, как и много потерь происходит. Ну, если потерь есть, значит, что-то вот нам Бог другое даст, что-то большее. Да, эта дверь закрывается, откроются другие. Да, правильно. А какие планы на следующий спектакль? Это рождается все очень спонтанно. И это, конечно же, в тесном союзе с режиссером наших проектов, Игорем Николаевичем Михайловским, который вот эту всю работу на себе тянет. Талантливый очень режиссер, понимающий и видящий эту проблему изнутри, проживающий ее. Ну что ж, мы, наверное, вернемся к теме 8 марта. Вспоминая историю праздника, все-таки понимаешь, что в современной России его суть изменилась. Изначально это был день борьбы за равные права. Вот у вас какое сейчас отношение к этому празднику? Ну, вообще, у меня всегда было, не было такого одного отношения к этому празднику. В детстве это был такой, помню, вот эту восьмерку на открытке с мимозой, которую мы в школе рисовали, обрисовывали. Праздник мам. Потом, когда появился день матери, он немножечко другое значение приобрел. 8 марта – это не только праздник мам. А сейчас это, наверное, знаете, такой нежный, красивый, весенний праздник, пахнущий мимозой, красивыми тюльпанами, когда все женщины улыбаются. Но я помню, в канун 8 марта одно интервью спрашивали французских женщин, а какое ваше отношение? Вот в России женщинам в этот день дарят цветы, заботятся о них. Говорят, разве не каждый день это нужно делать? Наверное, просто пусть это будет такой весенний, красивый, добрый праздник. Первый праздник весны. И еще праздник, напоминание, что вот такой вот день должен быть у женщин практически каждый день. Ну, восьмерка – это же бесконечность, пусть эта весна будет бесконечной. Да, совершенно верно. Ну и напоследок давайте немного о личном. Вот для вас лично какой самый дорогой подарок был сделан на 8 марта? И, возможно, есть какой-то, о котором вы мечтаете? Ну, мечты пусть остаются сокровенными, конечно, она есть у каждой женщины мечта. 14 лет назад, 8 марта, мне сподобилось съездить в роддом. Да, было такое. Но подарка не произошло, мне сказали, немножко надо подождать. И ровно через неделю на свет появился вот тот самый особый мальчик, который полностью изменил жизнь не только мою, всей нашей семьей. И всех как бы потом впоследствии стал родоначальником вот такого движения, в которое мне пришлось втянуться. И который уже тогда на 8 марта заявил о том, что вот он я, есть мама. Мама, теперь всю жизнь будете вспоминать об этом подарке на 8 марта от Андрея. Арина, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в студию. От лица всей телекомпании поздравляю вас с праздником, ваших дочерей с праздником, вашу маму с праздником. Желаем всего самого лучшего, красоты, здоровья, творческих успехов. Спасибо. И всех жительниц города тоже с весной, с наступающим расцветом. Пусть все получится. А я напоминаю, что это была программа «Точка зрения» на городском телеканале. На мои вопросы отвечала Арина Гусева, руководитель регионального отделения Всероссийской организации детей-инвалидов. В студии работала Наталья Пеунова. Напоминаю, «Точка зрения» каждый четверг в 19.00. Арина Гусева, руководитель регионального отделения Всероссийской организации «Точка зрения» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова